2022 год объявлен Федерацией профсоюзов Республики Казахстан годом социального партнерства. В областном центре прошла встреча членов исполкома и Центрального совета отраслевого профсоюза работников государственных банковских учреждений, социальными партнерами и профсоюзными активами областного филиала. Какие вопросы обсуждались в ходе беседы, расскажем прямо сейчас. На сегодняшний день в Североказахстанской области профсоюзными органами проводится большая работа по созданию системы социального партнерства, по обеспечению защиты интересов трудовых коллективов. Так, за три года количество членов профсоюза Кызмет в Северном регионе увеличилось с 2,5 до 6 тысяч. С членами профсоюза полностью находимся в ежедневной связи. У нас полностью 24 часа в сутки мы общаемся, знаем о всех вопросах, которые там у них назревают или это. Ну, например, возьмем в этом году, в прошлом году произошло сокращение кадров. Вы знаете, что при сокращении кадров 4400 человек у нас было, 400 человек сокращены были по области. Но это сокращение произошло вместе с агентством госслужбы. Мы отработали и, по сути дела, ни одного вопроса не возникло при сокращении кадров. То есть, те люди, которые ушли на сокращение, они получили 5-месячную заработную плату. На постоянной основе для работников трудовых коллективов профсоюзная организация оказывает юридическую поддержку, проводит праздничные мероприятия для ветеранов, а также нередко берет на себя большую часть расходов на путевки в оздоровительные санатории. У нас в республике 8 санаториев, которые являются нашими профсоюзными санаториями. И мы в течение всего года даем с альготами в 15-20, а то и 30%. Ну и, в принципе, это устраивает. Сегодня мы также осваиваем другие маршруты, другие санатории. На встрече с профсоюзным активом Североказахстанской области присутствовал и председатель общественного объединения «Отраслевой профсоюз работников государственных банковских учреждений и общественного обслуживания». Главная задача профессиональных союзов – это защита социально-трудовых прав работников. Вы знаете, что мы в сфере государственной службы одним из, не одним, а первыми провели реформу госслужбы, перевели на более цивилизованные рельсы и одна из передовых систем у нас в Казахстане. Есть социальный пакет госслужащего, так называемый. Это, во-первых, то, что мы требовали, мы выступали, говорили, писали правительству и администрации – это повышение зарплаты, особенно для местных исполнительных органов. В ходе мероприятия представители профсоюзных организаций обсудили проблемные вопросы сферы с заместителем Акима Североказахстанской области Тимуром Султангазиевым. В завершении встречи ряд членов профсоюзных организаций наградили почетными грамотами Акима области, а также нагрудными знаками и медалями отраслевых профсоюзов. Кирилл Потемкин, Адиль Нуржанов, Служба новостей.